Знакомство со льдом для маленьких хоккеистов начинается с уроков катания. С помощью специального тренажёра они учатся стоять на льду, держать равновесие. А потому в первые полгода новички не берут в руки клюшку. Немало времени ребята проводят и в гимнастическом зале, поскольку успешный хоккеист всегда должен быть в отличной физической форме. На начальном этапе спортивно-оздоровительные группы – это простейшее обучение катания на коньках. Это также что на льду, что и на земле. Это равновесие, баланс. Соответственно, подвижные игры и спортивные игры. Уже постепенно начинаем прививать в футбол для начала. А потом уже, когда подрастут немножко клюшки, начинают играть в хоккей. Хоккей – прежде всего дисциплина. Тренер становится наставником для юных спортсменов. А команда спустя годы тренировок и десятки пройденных игр. Настоящей семьей. Они выходят играть на площадку все вместе. А чтобы добиться победы – это, во-первых, игровая дисциплина, самодисциплина. И надо помогать друг другу плечом к плечу. И потом они считают это как своей второй семьей, а тренера – своим вторым родителям. Сейчас открыт набор на бесплатное обучение мальчиков и девочек 2018 года рождения. Занятие будет вести тренер Максим Новиков. Также дополнительно идет набор в команде 2017-2016 годов рождения. Подробнее о тренировках необходимой экипировки будущих хоккеистов родители могут узнать по телефону 906-00 или придя в Литовый дворец по будням с 17 до 20 часов. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.